К рассмотрению конституционной жалобы Центра Сбиркому в ответ на решение административного суда Бишкека по возврату документов партии Кыргызстан, Верховном суде приступили в 16 часов. К этому времени на Старой площади собралось несколько сотен сторонников партии. 24 по 25 августа в ночью они оказали давление на председателя ЦИК и ввели вообще непристойно себя. Требовали ЦИК, предоставила документы видеокамеры, документы всей партии Кыргызстан, все им предоставили. Но тем не менее после их оказания почему-то ЦИК привел решение 25-го вернуть документы партии Кыргызстан. Параллельно в этом же самом месте в это же время проходит еще один митинг. Гражданские активисты призывают к соблюдению законности всех участников предвыборного процесса и ЦИК, и сами политобеднения. Во избежание беспорядков обе стороны митингующих были разделены силами Первомайского РОВД. Выборы начались с правонарушений, и это не должно быть правонарушений, потому что Кыргызстан это правовая страна, и здесь должен быть работой закон. Когда сдали документы, некоторые партии по зданиям сдавали, и там официальный представитель сдавал, и там много нарушений, ряд нарушений было. И сейчас другие партии тоже нарушали, а для них тоже сейчас ДШК, они дадут сегодня решение. К истории вопроса. 25 августа Центр избирком отказал в регистрации партии Кыргызстан, ссылаясь на нарушение правил подачи документов. Как объяснили в ЦИК, документы были переданы неуполномоченным партии, и это было сделано с опозданием. Партия Кыргызстан обжаловала решение ЦИК в суде, и через два дня их иск был удовлетворен. Спустя еще несколько дней это решение уже обжаловал ЦИК. Спустя три с половиной часа рассмотрения дела, иск Центра избиркома Верховный суд решил отклонить. Решением последней инстанции документы партии Кыргызстан. ЦИК обязан принять на рассмотрение. ЦИК остановило. Решение административного суда в суде решили как 27 августа 20-го года оставить в силе. Судебная коллегия Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции. Мы думаем, что решение было справедливым, законным, так как доводы, которые привели наши юристы, представители нашей партии, я думаю, они очень основательны.